Приветствую вас! Понимаете, в чём дело? Избавиться от зависимости, это очень неправильная постановка вопроса, потому что зависимость, она возникает не просто так. Зависимость возникает как результат неудовлетворенности человека. Зависимость возникает как результат того, что человек не получает то, чего он хочет. Зависимость – это, по сути, неверные, искажённые формы реализации потребностей. Которые есть у человека. То есть, говоря грубо, говоря грубо. Самозависимость представляет собой, конечно, что-то негативное. Самозависимость. То есть, самозависимость – это и не свобода, это и страдания, это и боль, это и осуждение. Ну, социальное обсуждение, да? Вот. То есть, во всех отношениях очень неприятная история. Во всех отношениях. Но желания, которые стоят за зависимостью, они вполне себе реальны, они вполне себе ценные. И они вполне себе имеют право на существование. Вот. Поэтому, избавляться от зависимости я не рекомендую. То есть, ставить вопрос так. Как мне избавиться от зависимости? Я не рекомендую. Я рекомендую ставить вопрос, как мне правильно реализовать свои желания, которые у меня есть. Как мне перестать, например, чувствовать себя неблагополучным человеком? То есть, вот. Почему я зависим? Потому что я нуждаюсь. Почему я нуждаюсь? Потому что, сам, например, сам, свои желания удовлетворить я не в силах. И от этого мне плохо. От того, что я не могу удовлетворить свои желания. Я считаю, что я, ну, не способен это сделать, например. Вот. А я считаю, что не способен это сделать именно потому, что считаю себя, ну, хуже, например, чем другие люди. Вот. И вследствие этого, вследствие этого у меня формируются ощущения, да, точнее, благодаря этому, благодаря этому подкрепляется моя позиция о том, что я, ну, что я не такой человек, как другие. Я не настолько хороший, что я не настолько способный, что я не настолько правильный, что я не настолько, значит, образованный, умный и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Понимаете? Какая история. То есть, это, это, продвижение позиции собственного неблагополучия. Или, говоря на языке, например, интранзакционного анализа, неблагополучный ребенок, внутри каждого из нас. Вот. Зависимость, это потребность, которую нужно выражать правильно. Правильно. Зависимость, это результат того, что нам, вероятно, с детства запрещали правильно выражать свою потребность. Ну, там, правильно, адекватно, да, то есть, тут, разные истории могут быть. Вот. Вот, собственно говоря, как и нужно действовать. Можно посмотреть, можно посмотреть, как я себя чувствую, когда со мной рядом, вот, человек. Да? Как я себя чувствую, как я себя ощущаю в этот момент, когда я с человеком. очень много, очень много может сказать о природе зависимости, то, как человек себя чувствует. с тем, ну, вот, с тем, от кого он зависит. Вот. И я полагаю, что если с этим поработать, то можно будет реализовать то, что сейчас. может дать вам только один человек, а он не реализовывает это на постоянной основе. Вот. Для этого нужно определить желание. Для этого нужно определить желание. То есть, вот, например, иногда бывает так, что, допустим, успешный во всем человек. Да? То есть, там, грубо говоря, карьера есть у такого человека. Успех. Успех. Признание. Слава. Иногда даже всё вместе. И вот, такому человеку встречается, значит, кто-то, кто его цепляет. Резко и сильно. Это называется импринтинг, некое такое соединение факторов различных, которые вынуждают, человека чувствовать себя определенным образом. Вот. И благодаря импринтингу человек начинает терять всё, абсолютно всё, всё, что у него вообще было. Вот. И он всего себя отдаёт, вот, собственно, этому вот партнёру. То есть, тут вот прямая такая несознатность. То есть, вот, успеха достигал взрослый, значит, такого рода человеки. А, соответственно, в зависимость впадает дитя. Потому что именно оно, дитя, рассказывает, знаешь, слабо, уязвимо и боится остаться одним. Вот. Но это значит, что дитя у такого человека блокировано. То есть, человек как бы переключается. Как бы переключается. То есть, с одними людьми он, как компьютер, такой, выдержанный, холодный, расчётливый. А с другими людьми, с такой человек, вот, точнее, с одним, который вот импринтинг, что-то вызывает, да? Вот. А с такими людьми человек всё, он как трапка, он дитя, у него щенячие глаза и так далее. Вот. И во многом это связано ещё и с тем, что человек ставит перед собой непосильную задачу. Вот. Непосильную совершенно задачу, что я должен избавиться от, значит, ну, я должен избавиться от зависимости. Потому что это плохо. Вот. А задача-то не в этом. Не в том, чтобы избавиться от зависимости. Вот, может быть, даже отношения с этим человеком могли бы быть хорошими. Могли, могли бы быть интересными. Вот. Если бы человек любил себя. Вот. Ну, чисто формально, если говорить, то любовная зависимость, это неверность себе, заниженная наценка, отсутствие собственной значимости и страх одиночества. Вот. То есть, грубо говоря, ну, вот, страх одиночества, это непринятие себя. То есть, отсутствие собственного наполнения у человека. То есть, он не может оставаться наедине с собой. Отсутствие чувства собственной значимости, отсутствие собственной значимости у человека, возникает тогда, когда его деятельность не соответствует его ценностям. То есть, это такое смещение, когда я что-то делаю, да, у меня вроде бы получается даже, да, даже получается то, что я делаю. Вот. Но, несмотря на это, несмотря на то, что у меня получается, я не чувствую, что я делаю что-то по-настоящему стоящим. Вот. Это происходит каждый раз, когда человек действует не по своим ценностям. То есть, как бы в обход, а по своим ценностям. Вот. Все это поражает любовной зависимостью. Ну, я полагаю, что речь идет именно об этом. Ну, о любовной зависимости. Вот. Я полагаю. Поэтому, вот так, собственно, и можно работать с этим. Процесс этот не быстрый, к сожалению. Универсальных рецептов для этого не существует, потому что все люди разные, у всех своя история, как и у всех своя система ценностей, своя структура. Значит, ценностная структура в каждом своя, вот, поэтому работать нужно индивидуально. Значит, что происходит, да, что происходит? Универсального средства нет. Начинается работа. И, вот, например, я говорю вам, что на время, например, работы, вы, скажем так, не видите с этим человеком, не общаетесь, не взаимодействуете и так далее. Ну, то есть, заключается контракт, по сути, между нами, если мы хотим, чтобы у вас все получилось. Вот, в принципе, так вот можно избавляться от становительности другого человека. И бывает, бывает так, я не говорю, что это обязательность, но бывает, бывает такая история, что когда человек перестает нуждаться, ну, в другом, да, он становится для него более привлекательным, потому что нуждающийся человек, это тот, кто стремится раствориться в другом. А раствориться в другом стремится тот, у кого нет ничего своего, да, у кого нет своей, ну, как я уже говорил, системы ценностей, кто себя не принимает, то не слышит, не слышит своего внутреннего ребенка и не позволяет внутреннему ребенку раскрываться. Вот, конструктивно и качественно взаимодействуют люди, у которых работают все три компонента личности. Ну, а, соответственно, у нуждающегося человека, да, у зависимого человека, взрослого компонента личности нет, вот, что обеспечивает, в общем-то, определенные проблемы. Ну, во взаимоотношениях между людьми. Вот, поэтому вся работа направлена на освобождение взрослого компонента, на развитие анализа, на подвержение критики каких-то внешних установок, которые стали, ну, может быть, на эти, причины этой самой зависимой зависимости, вот. Ну, а время, 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 это вот, а, значит, сколько потребуется, это тут зависит, зависит от того, насколько человек способен к восприятию, да, например. В языках психологического, на котором будет зависит работа, какая степень осозненности у человека, вот. То есть, всё это, это очень важный момент, от этого зависит во многом эффективность. Вот, я надеюсь, что вы не ожидали услышать в ответе, ну, или прочитать в ответе готовые решения по проблеме. Вот, потому что готовых решений нет. Ну, надеюсь, что мой ответ позволил вам получить представление о том, как это всё происходит и что нужно делать. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь, ответить, ну, ответить на ваши вопросы, выточняющие. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.